Привет! Сегодня продолжаем изучать типы данных. С вами все так же Даша Фокина и Теплица социальных технологий. Сегодня нам откроется магия баз данных. Не обязательно иметь одну огромную таблицу, где будут храниться абсолютно все данные с непомерным числом атрибутов, в которых можно запутаться. В базах данных данные о разных сущностях принято хранить в разных таблицах, связанных между собой. При этом из одной связанной таблицы мы можем получить абсолютно все данные другой. Поехали! Наиболее сложный тип данных, как может показаться, это ссылка. Но это не так. Между таблицами базы можно устанавливать связь, как я уже упоминала выше. Например, в таблице отделы, которую я подготовила заранее, содержится перечень подразделений, а в таблице сотрудники – перечень работников. Настроим связь между ними, чтобы иметь возможность указать, в каком отделе работает какой сотрудник. Создадим в таблице отделы атрибут типа «Link to another table». Airtable предлагает выбрать, с какой из таблиц базы устанавливать связь. Выбираем «Сотрудников» и называем так поле. В меню появились новые настройки. Первое – это признак, отвечающий за возможность добавить несколько ссылок на один отдел. В нашем примере нам нужно сделать ползунок активным, так как в одном отделе может работать более одного сотрудника. Настройка номер два позволяет ограничить выбор из таблицы определенной выборкой. Например, мы можем отобрать среди сотрудников только тех, кто у нас работает на данный момент. Airtable не будет предлагать при связке тех, кто давно уволился. Выборки мы рассмотрим на следующем занятии. Когда мы выбрали, с какой таблицей хотим установить связь, откроется окно с перечнем полей выбранной таблицы и предложением вывести их в качестве дополнительной информации в таблицу отдела. Добавим поле «Возраст» и посмотрим, что получится. В таблицу были добавлены два поля – «Сотрудники» и «Возраст». Заполним поле «Сотрудники». При нажатии на «Плюс» в ячейке откроется список сотрудников из одноименной таблицы. Посадим бухгалтера в бухгалтерию. В ячейку добавилась фамилия бухгалтера. Это не что иное, как ссылка на таблицу сотрудников. Если нажать на фамилию, откроется карточка записи из таблицы «Сотрудники». Как вы можете заметить, в ней есть все атрибуты, которые мы там создали и заполнили. Кстати, прямо тут можно отредактировать запись. И в таблице сотрудников эти изменения сохранятся. Теперь попробуем добавить координатора волонтера в волонтерский отдел. В верхней части окна находится поисковая строка для упрощения поиска среди всех записей таблицы. Туда-то мы и введем фамилию. Сотрудника с такой фамилией мы найти не смогли. Самое время обратить внимание на кнопку «Add new record». Итак, нажимаем на кнопку «Создание», открывается карточка записи. Заполним фио, должность и возраст. И закроем карточку. Взглянем на поле «Возраст». Оно имеет тип «Лукап» и недоступно для заполнения. Оно лишь вытягивает данные из записей таблицы «Сотрудники», привязанных к таблице «Отделы». Найдем только что добавленную запись среди сотрудников. Мы проставили возраст в таблице «Сотрудников». Тут же он и редактируется. А вот поле типа «Лукап» в отделах эти данные только показывает. Самое время посмотреть на таблицу «Сотрудников». Мы с удивлением обнаруживаем, что тут появилось поле «Отделы». Это не магия. Airtable создал обратную ссылку. Он понимает, что раз он связал отделы с сотрудниками, то и сотрудники должны быть связаны с отделами. Давайте добавим учебный отдел всем нашим тьютерам. Тьютеры появились в таблице «Отделов», а их возраста перечислены через запятую в поле «Возраст». Для одного сотрудника нельзя добавить дважды один отдел. Однако мы вполне можем добавить один отдел для разных сотрудников. Для нашего тьютера в списке доступных отделов нет учебного. Зато у остальных сотрудников можно указать учебный отдел. Эта возможность связана с тем, что в настройке поля «Сотрудники» есть возможность добавить несколько записей. Если бы мы исключили такую возможность, двум сотрудникам нельзя было бы указать учебный отдел. Следующий тип, на который мы обратим внимание, это «Лукап». Мы уже начали его рассматривать на примере поля «Возраст». Напомню, его смысл в том, что если у нас есть связь между двумя таблицами, мы можем добавить любую информацию из одной таблицы в другую, без ввода дублирующей информации в разные таблицы. Мы рассмотрели, как добавить «Лукап» при создании связи. Теперь рассмотрим еще один способ добавления такого типа полей. Например, нам бы хотелось вытянуть информацию о должностях в таблицу отдела. В меню атрибута «Сотрудники» выберем «Add Lookup Fields». В окне с перечнем атрибутов таблицы выберем поле «Должность» и нажимаем на кнопку «Add One Field». В таблицу отдела добавились должности. Все связи в базах данных динамические, так что при изменении записи в первоисточнике «Лукап» поля также изменятся. Теперь рассмотрим поле типа «Аккаунт». Оно необходимо для подсчета количества записей, ссылающихся на данную запись таблицы. Для того, чтобы посчитать, сколько сотрудников трудятся в каждом отделе, необходимо добавить новый атрибут типа «Аккаунт». В меню «Настройки атрибута» необходимо указать, в каком атрибуте таблицы отделы мы будем искать ссылки. Для выбора будут доступны все поля типа «Link to another record» в таблице отделов. В нашем случае считаем сотрудников. Назовем поле «Количество сотрудников». Кроме того, в меню «Настройки атрибута» есть ползунок, который отвечает за то, чтобы подсчитывать только записи из таблицы сотрудников, удовлетворяющие условия. Например, мы хотим посчитать только сотрудников, которые работают в нашей компании меньше трех месяцев. Добавим поле «Новые сотрудники» и переведем ползунок в активное состояние. В меню появятся новые настройки. Из атрибутов таблицы «Сотрудники», на которую ссылается поле отдела, будет предложено сформировать простые условия для отбора записей, по которым будет происходить подсчет. Нам следует выбрать атрибут «Дата начала работы», добавить логический оператор «AutoNumberOfDays» и указать 90, что читается, как отобрать только тех сотрудников, дата начала работы которых лежит в пределах трех предыдущих месяцев. Не переживайте за создание условий. Мы позже очень подробно рассмотрим, как их создавать. Теперь тут отображается количество новых сотрудников в отделах. Теперь рассмотрим последний тип поля работы со ссылочными полями – RollUp. Это поле типа «Свертки». Оно предназначено для агрегирования или применения формул по отдельным полям таблицы, связанной с текущей. Поле отличается от типов Count и LookUp своими возможностями. Тип Count только считает количество записей, связанных с текущей, а LookUp только подтягивает значения из связанной таблицы. Тип RollUp же позволяет производить вычислительные действия со значениями связанных с записей. Например, у нас в учебном отделе очень много тьютеров, и поле LookUp отображает несколько раз слово «тьютер». Это бессмысленно. Поле RollUp имеет много встроенных функций, и в том числе умеет отбирать уникальные значения. И сейчас мы воспользуемся этой возможностью. Давайте вытянем только уникальные значения должностей из таблицы сотрудников в таблицу отделов. Для этого создадим поле типа RollUp. Назовем его «Должности». Укажем в нем связанную таблицу сотрудники, укажем поле «Должность» и выберем формулу для агрегации. Array Unique. Сохраняемся. Согласитесь, это выглядит куда лучше, чем массив из повторяющегося слова «тьютер» в поле LookUp. На этом мы завершим наш обзор типов данных. Надеюсь, вас воодушевили возможности баз данных в части взаимодействия таблиц между собой, так же, как они воодушевляют меня. Теперь, когда мы знаем все типы данных и не боимся их, можно посмотреть, как их полноценно использовать в нашей жизни. С вашего позволения я немного расширю нашу модель данных к следующему уроку и создам в пространстве новую базу. В ней будут наши подопечные, которым мы оказываем помощь. И на следующем уроке, на примере новой базы, мы узнаем, как создавать выборки данных и зачем они нужны.